Всем привет, с вами Андрей Вар и это 53 сезон боевых кораблей. Сегодня будем разбирать. Вы уже, наверное, видели, что сегодня будет что-то новенькое для вас. То есть, да, разработчики в этом сезоне добавили нововведение для всех нас. Так что сегодня будем разбирать. А перед тем, как мы начнем, давайте маленькая рекламка для тех, кто хочет реально поиграть в боевые корабли в удовольствие. Черная пятница на PlayRock. Большая распродажа товаров со скидками до 90%. PlayRock.com это маркетплейс игровых товаров и услуг, в котором более 400 игр и приложений. И широкий ассортимент игровых товаров, алмазы, акции, буст и аккаунты. Вы найдете здесь все, что нужно. Покупка совершается в пару кликов. Выбирай нужный тебе товар. Оплачивай удобным тебе способом. 10 минут и все. Нужное количество алмазов у тебя на аккаунте. Помимо того, что вы можете приобрести огромный ассортимент товаров, вы можете заработать реальные деньги, продавая свои аккаунты или услуги на сайте. Рейтинг 5.0. Более миллиона отзывов, оставленных после покупки. С PlayRock.com ваши покупки всегда в безопасности. Также PlayRock запустил розыгрыш на 50 тысяч рублей. Акция ограничена. Регистрируйся по ссылке в описании и принимай участие. Что ж, приступим. Получается, как всегда, два машинных отделения. Начинаем. Два машинных отделения. У нас будет три вида войск. Это Тор им можем играть. Это Базукой можем играть. Это Солдатикой можем играть. И то, и то, и то. Все контрится как бы зданиями дефа, которые будут даваться на двух машинных отделениях. Там как бы, ну, Солдатиками и Торами не побегать уже. Вот это будет. Тут, видите, ХП. Если бы еще мины, так вообще была беда, печалька. Плюс нету фитиля. Но что вот это? Вот все такие, типа, блин, а что вот это? Что за плюс один? Плюс один Солдатик, плюс одна Базука? Нет. Все знают, что на боевых кораблях мы играем с, там, 2019 или 2020 года. И тогда были войска меньшего левела, чем сейчас на боевых кораблях и на основной базе. То есть на основной базе они поимеют плюс три левела. На кораблях они не имеют этих трех левелов. И вот это, это плюс левел. То есть у нас наши войска, здания, все прокачивается на боевых кораблях на пятый левел. И они вырастают, как на 20 штаб. Не, на 22, как на 22 штаб. Но вот если выбрать здесь какой-то вид войск, один из трех можно будет только выбрать, они вырастать будут до 25, как на нашей основной базе, до максимального левела. То есть, грубо говоря, если вы играете Солдатиками, вы берете здесь Солдатиков, и они с 22 левела вырастают на 25 левел, на следующий. И вот это нововведение, которое разработчики добавили, которого раньше не было. Следующее, ну и там дальше будут еще другие виды войск Ну это, то есть, начало, видите, они как-то дают по такими стопками видов войск И дальше будут давать, и, соответственно, точно так же будут давать прокачку одновременно Также мы на двух машинных отделениях тут выкачиваем ХП и атаку нашим защитным сооружениям У нас будет дым Следующее, третье машинное отделение Для того, чтобы открыть витиль, мы пойдем сюда То есть, ну, для того, чтобы открыть витиль Здесь, как видите, есть усилок Наверное, надо будет брать усилок, либо минопушку Потому что, ну, что он, ну хрен его знает Мне не кажется, он прям суперкрутый Если быстро, то это вот так, вот так, вот так То есть, через гренчиков, через бричку, через канонерку Еще плюс один, еще плюс один такой же прототип, прикольно Здесь откроются мины, здесь откроется доп. хп нашим зданием Здесь откроется доп. урон нашим зданием Здесь откроются шоковые мины, торами не получится, ну, побегать Если вдруг кто-то к этому моменту бегал Здесь откроется еще дополнительный урон защитным сооружением И еще один прототип на трех машинных отделениях Здесь, как видите, будут уже двое мин И плюс первый герой, который можно... Здесь, как видите, будут уже двое видов мин И плюс первый герой, которого можно будет открыть Это бричка Следующая, четвертая машина отделения Здесь открывается второй доп. урон Следующий мин, здесь уже доктор каун, видите, в таком закутке К которому обязательно надо будет идти Второе доп. хп зданием Второе доп. хп нам Так что мы к этому моменту Здесь уже плюс-минус сравняемся И по хп нашим войскам И по хп урону нашим войскам И по хп урону защитных сооружений Дальше если сюда пойти Здесь видите медики Не обращайте на эту штучку внимания Это не важно Вот лучше обращайте на это Вот здесь перед выходом в 5 машинное отделение Мы будем решать какие виды войск нам поднять Говно, говно, говно То есть выбирать из 3 говна Ну плюс-минус Эти войска нерелевантны в конце Они реально нерелевантны Вот если бы здесь были горы Это было бы имба Но горы будут дальше Я уже посмотрел Отстойненько на самом деле Ну имеем то, что имеем Как бы еще что открывается Здесь открываются критеры Здесь открывается еще дополнительный урон нашим войскам Ну и плюс горы Но они пока будут без доп-левела Следующее, 5 машинное отделение Здесь открывается шок Здесь открываются лазерщицы Здесь открываются вертолеты Если вот так быстро идти Либо здесь открываются заморозки Здесь открывается еще один наполнительный прототип Здесь открываются новые критеры пушки с новой стоимостью Здесь урон Здесь арта Здесь хп Блин, вообще бесполезная штука Потому что третье хп Третье хп зданием Ну блин, она даже одно машинное отделение снести будет практически нереально Даже если вот прям все потратить Ну если прям только что всю-всю Вот эту канонерку Что набьешь? Тогда только одно машинное отделение Кое-как можешь снести Здесь открывается второй доп-герой Которого точно брать уже к этому моменту не буду Там уже либо бричка, либо камон у всех будет Плюс здесь открывается вид Снова плюс один вид войск И вот только здесь мы сможем прокачать наши гор на следующий левел То есть либо это грены плюс один левел Либо горы плюс один Либо заморозки-то понятно Но то есть как бы будем выбирать Наверное, ну горы Потому что горами прям все бегают На последних стадиях Но грены, наверное, плюс один левел Тоже такие сильные ребята будут Но у нас Бым-бым-бым Они чуть и бым-бым-бым Они чуть дальше будут Переходят Шесть машин на отделение Здесь открывается обстрел Тоже максимально бесполезный Еще плюс один доп-урон нам Здесь вот видите В самом начале шестерки Открываются Открываются тяжелые вертолеты Здесь если пойти вниз Это еще очки Здесь еще хп Здесь прототип Здесь шоковые установки Бым-бым-бым Так, здесь огневек Огневик придется открывать Здесь так Здесь видите Вот-вот-вот Левел Плюс один левел Еще здесь, наверное Ну либо лазерщицы Либо вертолеты Понятное дело Огневеку с Ариан Ты попал не в ту компанию К более крутым юнитам Получается кто-то выкачает И здесь бомбардиры После того, как мы уже кого-то прокачаем И получается следующее Седьмое машинное отделение И здесь открывается дополнительно Как всегда Либо рушка Либо шоковая установка Либо критер-пушка Здесь доп-прототип Здесь второй доп-прототип Блин, третьего левела Классные То есть, ну, наверное, шоковый генератор Либо луч Посмотрим Плюс здесь еще один доп-урон А, здесь еще Четыре Жуть! Еще одно доп-хп Плюс нам доп-урон И доп-хп И это вот дерево прокачки Так, по поводу зон высадки Немножко в плохом качестве Но я думаю, что все будет прекрасно понятно Даже несмотря на то, что немножко изображение шакалится Два машинных отделения Видите? Очень максимально растянутая база Помните, у нас тут будут и мортиры И пулики И огнеметы И нету фитиля То есть, как бы машинные отделения будут расположены Где-то Хрень его знает Где даже Честно, даже непонятно То есть, либо располагать Я бы вот здесь Может быть, из двух сторон закрывал Либо здесь машинное отделение Еще между ними Здесь машинное отделение Здесь и здесь Как-то, чтобы было дольше идти Потому что, ну, если, грубо говоря Здесь и здесь Ты высадил здесь пачку Здесь пачку Четыре лодки И, как бы, они забрали То есть, самое-самое защитное место Это будет вот здесь Три машинных отделения К этому моменту у нас появится фитиль К этому моменту появятся шоковые мины К этому моменту появится бричка То есть, ну, наверное, они будут плюс-минус Вот так же и расположены Для того, чтобы максимально долго бегать Потому что, ну, если здесь Ну, либо здесь два И вот это все Вот это закрывать здесь И здесь одно машинное отделение Так немножко Ну, либо здесь все И здесь какое-нибудь одно машинное отделение Если это будет прям весь полноценный деф Если полноценного дефа на трехе не будет То, наверное, надо будет здесь Здесь и здесь Чтобы максимально долго через витилии И максимально долго по таймингу забирать Которые машины ходили К этому моменту у нас уже горы будут Доктор Каван будет То есть, ну, наверное, будут где-нибудь здесь вот располагаться максимально все И надо будет так планомерно все зачищать Еще лазерщиц, вертолетов, бомбардиров, ничего такого нету Так что, ну, то есть, базука Горы Ну, то есть, походу Либо Галиба Грены Либо к этому моменту снова будут ролеть Грены Уже который сезон разработчики реально Последних 5-10 сезонов реально целенаправленно Делаю так, чтобы надо было Гренами играть Не даю других видов войск Играйте Гренами Играйте Гренами, если хотите выжить Следующая, пятая машина отделения Будет выглядеть вот так К этому моменту лазерщиц и вертолеты То есть, где-то вертолетами, если кто умеет Вот через вот эти каналы, видите, как Будет очень классно летать очень быстро И в то же время кучную расту где-нибудь здесь не сделаешь Потому что лазерщиц ее просто тупо с потрохами сидят Ну, если только там рушка-ружка Рушка-ружка, чтобы как-то херячили этих лазерщиц Пока они будут сюда бежать Следующее, шестое машинное отделение Шесть машинных отделений очень сильно похожи на пятое Только чуть-чуть больше Ну, здесь уже ничего предугадать не буду Вообще даже ничего не буду Показываю, какое оно есть То есть, как видите, большое Две зоны высадки С дырками посредине базы Все машины отделения будут выглядеть вот так Очень сильно похоже на шестерку, на пятерку Только чуть-чуть больше раста А высадки плюс-минус такие же Вот, короче, такой снит-пик предстоящего сезона Если вам интересно поиграть с новым видом войск, на что они будут способны и на сколько будут круче, то можете вспомнить, когда только-только появились лазерщицы, они были на левел меньше. И они были просто тупо имбой. Они реально очень сильно демажили. И, грубо говоря, сейчас будут возвращать плюс-минус тот левел лазерщицам, но всем остальным видом войск добавлять плюс еще один левел. И, короче, будет интересно поиграть и посмотреть, на что они будут способны. Здания дефа дополнительные левела получать не будут. Ну, именно в этом сезоне. Может быть, в следующем разработчики добавят и здания дефа, что можно будет получать доп-левел. Но, мне кажется, это не сильно будет прям уж прям так ролять, как войска, которыми мы будем играть плюс один левел. У меня все. Если вам видос понравился, то прожимайте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты. С вами был Андрей Вар. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok